Я хотел бы пригласить нашего директора по развитию Айрат Измайлов, который, прежде чем мы с вами будем говорить о четвертой генерации, мы должны все-таки подвести итоги 2020 года и посмотреть, каким был для продукта, для компании 2020 год. Я хочу на эту сцену пригласить директора по развитию Айрат Измайлов с темой итоги 2020 года. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые партнеры, клиенты и гости мероприятия. Приятно всех видеть вживую, не только в режиме онлайн. Уже по традиции в моей презентации будет много цифр, фактов, результатов. То есть будем с вами подводить итоги 2020 года. Ну что ж, поехали, да? Такая банальная информация. Вообще год был такой необычный, да? Довольно. Мы такого никогда не встречали. Многим бизнесам пришлось в этот год перестраиваться. И в том числе в этом году у нас поменялись тоже планы. Нам тоже необходимо было подстраиваться под эти события. Но мы решили этот год воспринять как время новых возможностей. Такая известная всем бизнесу поговорка. Кризис – это время новых возможностей. И мы решили брать из этого года все, что можно из него брать. И первое, что мы начали делать, это мы начали усиливать работу в онлайне. Вы могли заметить, у нас проходило множество вебинаров. И еще у нас появился такой новый формат онлайн-событий, называется Кейсариум. За это большое спасибо Оле Шибецкой. Это ее идея. Да, чем особо ценно это событие, тем, что предприниматели в виде вебинара делились своим опытом. Они рассказывали всем о том, что они сейчас делают, каким образом они работают в это непростое, необычное время. И, соответственно, другие предприниматели на их примере могли делать те же самые действия и получать соответствующие результаты. Мы проводили различные прямые эфиры в социальных сетях, делали промоушены для предпринимателей в поддержку, давали бесплатную подписку и так далее. И, конечно же, наши планы в разработке, они также изменились. И они устремились полностью в разработку онлайн нашего направления. То есть это создание интернет-магазина. Вообще это все дело мы делали с двумя целями. Первый, самый главный приоритетный момент был в том, чтобы помочь в это время предпринимателям перестроиться и выйти в онлайн. То есть мы об этом рассказывали на вебинарах и смотрим, как быстро можно выйти из этой ситуации, быстро перестроиться в онлайн и продолжить работу. Второй – это найти альтернативный источник привлечения клиентов для предпринимателей. Для нас это стал инструмент кросс-маркетинг. Почему? Потому что кросс-маркетинг имеет наименьшие риски. И, соответственно, привлечение клиента не нужно вкладывать так же, как в рекламу. То есть в кросс-маркетинг расходы на привлечение новых клиентов значительно ниже. Потому что во время пандемии доходы предпринимателей уменьшились. И, понятно, необходимо было искать какую-то альтернативу, чтобы продолжить привлекать клиентов, но уже не вкладывать такие деньги, как в рекламу. Итак, первое, как я уже говорил, мы начали развивать интернет-магазин UDS. При этом для предпринимателей интернет-магазин мы даем двух видов. Первый – это в мобильном приложении. То есть любой пользователь мобильного приложения может зайти на страницу компании и, соответственно, сделать онлайн-заказ, оплатить Apple Pay, Google Pay. И всем стандартный уже интернет-магазин в виде сайта, который открывается с компьютера, с планшета и так далее. И так же можно, как в обычном интернет-магазине, сделать заказ. Сделали множество обновлений. То есть в феврале мы презентовали интернет-магазин UDS в феврале 2020 года и постепенно его развивали. Все это благодаря вашей обратной связи. Можете себе за это похлопать. Большое вам за это спасибо. Вы активно в этом участвовали. Говорили, что нам еще необходимо доделать, чтобы интернет-магазин стал еще более функциональным. Там появились множество. Там можно было и уже сертификаты использовать, и Apple Pay, Google Pay и так далее. И уже на текущий момент, можно сказать так, похвалиться результатами, в заказах мы уже достигли той цифры, что ежедневно у нас проходит более тысячи заказов. Вот с каждым месяцем мы росли в этой цифре. Конечно же, мы продолжим развивать это направление, потому что оно до сих пор остается актуальным. Такая тема интересная в истории. Мы интернет-магазин делали еще в середине 2019 года. То есть мы начали разработку этого направления, и мы даже не догадывались о том, что в 2020 году это направление станет настолько актуальным. Никто не знал, что будет локдаун и так далее. Мы просто удивились этому и подумали, как будто знали. Вторая тема – это кросс-маркетинг. Как я уже говорил, для тех, кто не знает, кросс-маркетинг – это мы сделали его автоматизированным. То есть UDS стала первой компанией, которая сделала автоматизированный кросс-маркетинг. О чем я говорю? Он сделан с помощью электронных сертификатов. То есть кросс-маркетинг обычно делается с помощью бумажных сертификатов. То есть я куда-то пришел, получил бумажный сертификат. Мы эту тему автоматизировали. То есть пришел я, например, в ресторан, пообедал, и мне на телефон приходит электронный сертификат со скидкой бонусами в какой-нибудь салон красоты. И это все отслеживается, все это измеряется, и можно посмотреть эффективность кросс-маркетинга. И здесь тоже хорошие результаты. Вот красным на графике вы можете посмотреть это количество использованных сертификатов, которые получены были по кросс-маркетингу. То есть человек приходил в другой бизнес, получал сертификат и действительно приходил в другую компанию и его там использовал. То есть для другой компании это привлечение новых клиентов, и при этом другая компания не потратила ни рубля на этого. Потому что все автоматизировано, все в цифре, не нужно ничего печатать и так далее. Все очень делается просто. А вот в синем в графике отображаются сертификаты, которые использует бизнес для себя. То есть электронные сертификаты можно использовать, например, на повышение среднего чека. Я пришел в ресторан, у меня чек составил 1000 рублей, система это увидела и дала мне электронный сертификат на следующую покупку, например, на 200 бонусов. И клиента это и возвращает, и к тому же повышает средний чек. Идем дальше. Хотелось бы вам рассказать еще о такой функции. Я ее отдельно выделил. Это кнопка присоединиться. У нас в приложении появилась такая функция, то что можно найти любую компанию в рубрикаторе, нажать кнопку присоединиться, тем самым клиент попадает в клиентскую базу предпринимателя. И тем самым клиент получает свои первые приветственные бонусы. И почему я выделил эту функцию отдельно? Потому что там получился отличный результат. Вот красным отображается количество присоединений с помощью этих кнопок. То есть количество присоединений с помощью этой кнопки ежедневно 7-10 тысяч. То есть это на 20% выше, чем было ранее. Да, то есть клиентские базы начали расти у предпринимателей быстрее, и это круто. Ну что ж, было множество и других обновлений. То есть понятно, мы делали кросс-маркетинг, интернет-магазин, но помимо этого мы и делали и другие обновления. Вышел новый сайт. Вышел функционал чаевые, который так полюбился ресторанному бизнесу, электронные чаевые. Появились новые презентации и так далее. Вообще у нас стабильно выходят каждые две недели по обновлению. Это довольно высокая скорость разработки. То есть мы прям каждые две недели у нас выходят какие-то новые функции, новшества и изменения в продукте. Это прямо у нас такой стабильный дедлайн. Ну что ж, хватит прелюдий. Перейдем действительно к статистике. И как думаете, с чего я начну? Для нас это принципиальная метрика, такая метрика номер один. Скачивание. Да, все правильно, вы уже все знаете. В 2019 году количество новых пользователей, новых, то есть прибавилось, это статистика по годам. По годам как прибавлялись именно новые пользователи. В 2019 году добавилось 4 миллиона новых пользователей. Итого 2019 год мы завершили с цифрой 8 миллионов скачиваний. Барабанная дробь. Эта цифра стала 3 миллиона 600. Спасибо. Заметили, да, что эта цифра меньше, чем в прошлом году. Но здесь стоит учитывать и сделать определенную скидку на такой необычный год. То есть большинство предпринимателей, к сожалению, в этом году не имели возможности полноценно работать. То есть был локдаун, и, соответственно, они не могли проводить транзакции и добавлять новых клиентов. Но все равно получилось круто, потому что прибавив 3 миллиона 600 пользователей к тому, что уже есть, получилась хорошая круглая цифра. У нас 12 миллионов скачиваний. Спасибо. И мы преодолели такую психологическую важную цифру – 10 миллионов. То есть уже когда мы говорим у нас более 10 миллионов, это звучит очень классно. Идем дальше. Любопытно посмотреть аудиторию наших пользователей. Вы можете заметить, большинство наших пользователей – это люди возрастом от 25 до 45 лет. Но здесь самый интересный такой момент о том, что вы можете посмотреть на эти кружки, и почему-то из года в год количество женщин в процентном соотношении становится больше по отношению к мужчинам. И мы до конца не знаем пока, почему так происходит. Может, потому что основные наши категории бизнеса – это в том числе и салоны красоты, это спа-центры, а там основная аудитория женщины. Может быть, из-за этого такое происходит. Или женщины лучше рекомендуют. Рекомендует, да? Идем дальше. Вторая наша метрика. То есть скачивание понятно. Это, безусловно, важно. Но в том числе и важно, как пользователи используют приложение. То есть активность использования приложения клиентами. И мы эту активность меряем с помощью транзакций, оплат. То есть клиенты проводят оплаты с накоплением бонусов, со списанием бонусов. И 2019 год у нас цифра составила 25 миллионов оплат. В этом году, в 2019, прошло оплат больше, чем за все годы ранее. А в 2020 году эта цифра стала больше. 36 миллионов. И здесь стоит отметить, эта цифра стала больше благодаря тому, что у нас появился новый вид оплаты. Новый вид оплаты – это онлайн-заказы. То есть когда клиент заказывает через интернет-магазин UDS. То есть помимо стандартных видов оплаты, появился еще новый вид оплаты. И все в сумме приросло. И в итоге активность действительно выросла у нас. И на 11 миллионов стало больше. Идем дальше. Интересно посмотреть все в динамике. То есть этот график показывает с 2019 года, как проходили количество оплат ежедневно. Можете заметить, такие две точки. В эти два дня проходило меньше всего оплат. Это 1 января 2020 года. Я думаю, здесь не нужно комментировать, почему 1 января мало оплат проходит. И вторая точка – это начало карантина. Это апрель. И можете заметить о том, что карантин начался, оплаты значительно снизились, бизнесы закрылись. Но эта цифра быстро восстановилась. То есть, к счастью, благодаря тому, что мы проводили онлайн-события, предприниматели действительно перестраивались. У нас довольно много кейсов, как предприниматели быстро перестраивались и запускали, соответственно, онлайн-продажи. То есть, по сравнению с 2020 годом и 2019, к концу года количество оплат транзакций выросло в полтора раза. То есть, в активности мы приросли. Идем дальше. Такой частый вопрос с технической поддержкой. Какие же бизнесы используют UDS? И вот можете сфотографировать этот слайд. Первые топ-3 компании – это магазины. Это магазины одежды, косметики и так далее. Второе место – это салоны красоты. То есть, красота и здоровье. Это спа-центр, салоны красоты и так далее. И третий – это хорика, бары, рестораны и кафе. Вообще, UDS себя позиционирует как продукт для малого бизнеса. Но если посмотреть просто статистику, то есть, померить среднее количество филиалов, то эта цифра составит 3. Что это означает? Большинство бизнесов имеет один филиал. Потому что UDS, он больше… Мы позиционируем себя для малого бизнеса. Но есть компании, у которых 10 филиалов, 20 филиалов, 30 компаний и даже больше 100 филиалов. То есть, в принципе, это говорит о том, что UDS подходит как для малого бизнеса, так можно сказать уже для среднего бизнеса и даже для крупного бизнеса. То есть, компания, у которой более 150 филиалов, я думаю, можно назвать уже довольно крупным бизнесом. И в том числе UDS там закрывает определенные задачи. То есть, это решение в том числе и подходит для среднего и крупного бизнеса. Моя любимая рубрика «Рекорды наших клиентов». И первый рекорд – это клиентские базы. То есть, в 2019 году самая большая клиентская база у предпринимателя одного было более 100 тысяч клиентов. В 2020 году уже более 200, то есть x2. При этом это два разных предпринимателя. Это не тот же самый предприниматель, который год поработал, у него в два раза просто выросло. Нет, это не так. Это другой предприниматель занял это первенство. И так как у нас в 2019 году появились новые направления продукта, это интернет-магазин и кросс-маркетинг, то, конечно же, хочется именно показать вам рекорд по онлайн-заказам. И по онлайн-заказам рекорд более 17 тысяч заказов с февраля прошло у одного предпринимателя. Это топ-1. При этом, заметьте, все топ-3 компании, вот я внизу написал о том, что они все занимаются суши, роллы, доставки и так далее. Особенно полюбился функционал именно этому сегменту. И по кросс-маркетингу рекорд. 700 клиентов один предприниматель привлек себе новых клиентов с помощью кросс-маркетинга. И это круто. Это, знаете, чтобы еще больше подчеркнуть, насколько это круто, этот предприниматель просто сгенерировал у себя в личном кабинете ссылку, передал ее своему партнеру, другому бизнесу. Он по ней прошел, все активировалось, и все, и кросс-маркетинг начал работать. То есть больше ничего не нужно было делать, система автоматически сама отрабатывала все. И благодаря автоматизму, то есть просто сидишь, как бы ждешь клиентов, и вот, пожалуйста, отличный рекорд получился. 700 новых клиентов. При этом это еще не окончательная статистика. То есть у предпринимателей эти сертификаты еще действуют. То есть много потенциальных клиентов, у которых сертификаты еще на руках, и их срок годности еще не закончился. То есть может быть 700 – это еще не окончательная цифра. Может быть и больше. И я уже завершаю, и хочу я завершить кейсами конкретных предпринимателей. То есть предприниматели поделились некоторые из них своими результатами, и, в принципе, мы делимся этими результатами с вами. Я не буду долго останавливаться на каждом кейсе. Вы сможете в дальнейшем подробно цифры посмотреть уже в записи. Главное, что сканируете код, и, соответственно, вступаете и делаете заказ у этих предпринимателей. Начинаем. Первая компания – это American Shop, компания редких сладостей. И посмотрите, заметьте, здесь классный результат. Вообще здесь много классных результатов, но особенно хочу подчеркнуть о том, что рекомендация классно сработала. То есть 400 клиентов по рекомендации с оборотом 300 тысяч рублей. Это все оцифровано. Напомню о том, что в UDS оцифрованная система рекомендаций. То есть вы видите, кто кому рекомендует, клиенты за это получают бонусы, и вы видите глубину рекомендаций и весь процесс оцифрованный. К тому же в UDS многоуровневая система рекомендаций. UDS в том числе выпустил эту систему первыми. Идем дальше. ТПК АЗС. Тут интересен вид бизнеса. Это сеть АЗС. Помните, если кто-то был на предыдущих итогах, вы могли запомнить о том, что в 2019 году на итогах я говорил о том, что АЗС для нас новый бизнес. Что мы открыли для себя новую нишу, интегрировавшись с учетными системами АЗС. И, соответственно, вот, пожалуйста, уже есть кейс по рекомендации более 12 миллионов. Романов лес. Эко-отель. И здесь, понятно, здесь и рекомендации классные, и фактическую скидку снизили благодаря UDS. Но здесь интересный момент. UDS помогает оцифровывать работу с блогерами. И эта компания при работе с одним из блогеров привлекла себе больше 170 клиентов с оборотом больше, чем на 600 тысяч рублей. То есть работайте с блогерами и оцифровывайте их результаты. Ирония судьбы. Небольшой город. Это ответ к тому, как работает UDS в небольшом городе. Это банный комплекс. И, соответственно, вы можете тоже заметить о том, что снизили фактическую скидку и также получился отличный результат по рекомендации. Еще меньший город. Это Янау. 7 тысяч человек. Поселок. Они запустили работу с UDS во время карантина, во время локдауна. То есть это кофейня, которая принимала онлайн-заказы. И через UDS. И у них ежедневно проходило 30-35 онлайн-заказов, а в пике даже было 58 заказов. Вот они быстро. Ребята, которые быстро перестроились и начали работу в онлайне. И я заканчиваю таким актуальным кейсом, потому что скоро же 14 февраля, и мы будем дарить любимым цветы, подарки и так далее. Вот можете отсканировать код. Они работают и онлайн. Это компания Maxi Flora. Они проводят онлайн-заказы и, соответственно, тоже отличные обороты у них и по рекомендации. У меня на этом все. Но эти результаты не были бы без вас. Поэтому большое, огромное вам спасибо. Похлопывайте в первую очередь себе, потому что это вы делали эти результаты. У меня на этом все. Спасибо. Директор по развитию компании Global Select Service Измайлов Айрат. Айрат, прими благодарность за свое яркое и традиционно позитивное выступление.